Столицы событий и мнений Здесь никто ничего не обсуждает Министр труда и соцразвития России встретился с Мариной Ковтун Расходы сократят, но на социальной сфере это не отразится Все виды социальной помощи должны быть адресными и находить до действительно нуждающихся людей В Мурманской областной думе обсудили бюджет на 2015 год Нарисовал на вагоне, нарисовал себе срок Вообще зачастую это вызов, графики это вызов в обществе Вот мы можем, а вы нет Почему уличное искусство вне закона? Мурманских ВИЧ-инфицированных могут лишить бесплатной помощи и конфиденциальности Нередко к нам приезжают из мест лишения свободы с лицами, которые находятся под стражей Центр СПИД переселяют в КВД Тотальная безработица Мурманской области не грозит и полярки у северян забирать никто не собирается На этой неделе за поляре посидел министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин Министр вместе с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун побывал на молокозаводе и в доме престарелых в Североморске На Североморском молокозаводе работает 173 человека 90 из них – женщины Несмотря на то, что свободные вакансии есть, молодежь сюда устраиваться не торопится Считают, что работа слишком трудная и монотонная Тем не менее, сотрудники, работающие здесь давно, не жалуются ни на зарплату, ни на условия Более того, завод растет, а значит и специалисты без дела не останутся Конечно, мы в планах увеличения выпуска, сейчас у нас идет рост особенно творожной продукции То есть у нас стоит три творога-изготовителя, это очень большой объем Также у нас внизу в плане реконструкции старый творожный цех, где раньше варили в ваннах Сейчас он как бы стоит пока не тронутым Вот у нас в планах реконструкции его, но что будет там – это пока еще секрет Творог – один из самых ходовых товаров, поставляемых Североморским молокозаводом на областной рынок За день его выпускают около 2,5 тонн и уходит на это порядка 20 тысяч литров молока Делается исключительно из натуральных продуктов, а потому и срок годности три дня Весь процесс полностью автоматизирован, следит за ним всего один человек Сегодня за показаниями, которые уводятся на монитор компьютера, наблюдает Лилия Токшеева, изготовитель творога четвертого разряда Нам поставляется цельное молоко, цельный обрат, из него мы варим творог Что входит в мои обязанности – следить за процессом рабочим, за варкой творога У нас варится все автоматически, компьютер, но я должна следить, потому что за температурой варки, за консистенцией творога Также в Североморске губернатор Мурманской области и министр Топилин посетили дом престарелых, построенный в 2006 году по проекту скандинавов Здесь помимо постоянных квартир есть и временное жилье для пенсионеров Кроме того, в здании предусмотрены парикмахерская, церковь, кабинеты медиков и психолога, библиотека, конференц-зал и творческая мастерская Я еще теперь начинаю думать, что правда, я еще пригожусь где-то, я еще чего-то и соображаю Сюда делегация заехала недаром Главное место в беседе Марины Ковтун и Максима Топилина заняли социальные обязательства Как раз эти вопросы мы с Максимом Атольевичем сегодня обсуждали утром Это размеры минимальной, размер оплаты труда и, так сказать, его привязка к полярным надбавкам и коэффициенту линии привязки Поскольку на федеральном уровне еще законодательно не определен порядок установления минимального размера оплаты труда с учетом полярных надбавок и коэффициента По словам министра, полярки трогать не станут Однако саму систему собираются усовершенствовать Каким образом, еще только предстоит решить Никаких изменений с точки зрения ухудшения или снижения размеров, об этом никто не ведет речи А с точки зрения того, что надо между работодателями и профсоюзами и с участием государства вести диалог И подумать, как эту систему можно было бы осовременить с тем, чтобы стимулировать приток кадров в северные регионы А вот пособия по безработице повышать не будут По мнению Максима Топилина, такой ход лишь будет стимулировать людей не искать работу А следовательно, те, кто работают, будут вынуждены фактически содержать тех, кто работать не хочет Вместо повышения выплат по безработице правительство планирует расширять активные программы Которые помогут гражданам трудоустроиться На минувшей неделе два министра областного правительства лишились своих постов Уволен руководитель комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области Сергей Приданников А также исполняющий обязанности министра строительства и территориального развития Андрей Изотов Сергей Приданников лишился поста за неэффективное управление совхозом Тулома и в целом своей отраслью Причины расторжения контракта с Андреем Изотовым Хроническое отставание региона по программе переселения людей из ветхого и аварийного жилья Критическое упущение сроков по ремонту и реконструкции областных объектов к столетию столицы Заполярья По мнению губернатора Марины Ковтун, пример уволенных чиновников должен стать уроком тем, кто не справляется с поставленными задачами Зачастую вы свыкаетесь с мыслью, что есть задачи, которые никогда не решить, они относятся к категории нерешаемых Вот до меня их никто не мог решить, да и после меня вряд ли кому удастся Вот избавляетесь от этих иллюзий, от этих неправильных мнений Именно потому, как решаются застарелые проблемы, как беретесь вы за решение кажущихся на первый взгляд нерешаемых проблем И оценивается работа руководителя, и не все из вас, к сожалению, пока показывают эффективное управление На этой неделе уволили и Василия Шамбера, вернее, исключили из «Единой России» С формулировкой «за действия, дискредитирующие и наносящие ущерб политическим интересам партии» Решение было принято на заседании Президиума регионального отделения партии «Единогласно» Поводом для исключения стало заявление Шамбера о передаче своей электронной карты для голосования Павлу Саженову Члену конкурирующей фракции комментируют в пресс-службе «Единой России» Напомним, временно отстраненный от обязанностей председателя областной думы Василий Шамбер заключен под стражу Он обвиняется в хищениях и мошенничестве в особо крупных размерах А в Мурманской областной думе на этой неделе обсуждали бюджет на 2015 год Его дефицит будет меньше, чем в 2014-м, более чем на 2 миллиарда рублей Доходы увеличатся, расходы постараются оптимизировать Однако сокращать затраты казны за счет социальной сферы не станут Бюджет на 2015 год формировать было непросто Об этом прямо говорят все депутаты Мурманской областной думы Западные санкции и сложная экономическая ситуация в стране отражаются и на нашей области По этой причине, даже несмотря на то, что запланированные доходы на 2015 год по сравнению с 2014 вырастут Расходы планируют оптимизировать Мы снижаем расходы областного бюджета по сравнению с 2014 годом на 300 миллионов рублей Вот я как раз и говорю о том, что это наши шаги для того, чтобы минимизировать риски В случае того, что исполнение бюджета по доходной части в 2015 году не оправдает наши ожидания И для того, чтобы мы не наращивали дефицит бюджета, вот пока мы страхуемся снижением этих расходов И вот повышение доходов областного бюджета на 2015 год и снижение расходов Приводит к тому, что мы значительно уменьшаем дефицит областного бюджета Такая оптимизация расходов областной казны на гражданах никак не отразится, обещают депутаты В первую очередь сократят затраты на содержание чиновничьего аппарата Прежде всего идет разговор о некотором сокращении чиновников По-моему, 10% планирует Марина Васильевна сокращение Наверное, это и есть тоже какой-то резерв И другие Оптимизировать можно И действительно, программа бюджета 2015 года во многом направлена на социальную сферу Почти 70% от 53 миллиардов расходов казны планируется направить на обеспечение доступности услуг образования И качественного здравоохранения А также условия, позволяющие жителям заниматься спортом 11 миллиардов отсюда пойдет на соцподдержку уязвимых слоев населения При этом хочу подчеркнуть, что все виды социальной помощи должны быть адресными И находить до действительно нуждающихся людей А вот на поддержание устойчивого экономического роста нашей области в этом году потратят 3,5 миллиарда рублей Еще около 5 миллиардов планируется пустить на создание комфортной и безопасной среды проживания в Заполярье В Мурманской области вновь наступили морозы Но лед на водоемах еще не окреп Тем не менее, желающих рискнуть по-прежнему хватает На минувшей неделе неподалеку от Лавозера под лед провалились два рыбака Сотрудники МЧС и местные оленеводы провели спасательную операцию Но сохранить жизнь удалось только одному пострадавшему Двое мужчин на снегоходе отправились на рыбалку к заливу Большой Зимник Который находится на расстоянии 7 километров от села Лавозера На знаки, предупреждающие, что выход на едва застывшее озеро может быть опасен для жизни Мужчины внимания не обратили Как оказалось, зря Лед веса не выдержал и треснул Один рыбак погиб Второй рыбак начал звать на помощь Рядом находилась семья оленеводов Которые экстренно начали оказывать первую помощь И сразу позвонили внештатовому инспектору Бараковскому Виктору Бараковский Виктор со спасателями Мурманского поисково-спасательного отряда Оперативно прибыл на место происшествия Николай и Мария Филипповы оленеводы Первыми услышали крики на озере Неподалеку от того места, где семья остановилась пообедать Что произошла беда, они поняли сразу И бросились на помощь утопавшим Когда подъехали к берегу, мы уже видели человека Человек по лыне На большом зимнике Вот где летний домик По озеру не проехать на оленях было Оставили на берегу Хватили палки, веревки, доску И побежали А бежать-то было очень плохо, потому что скользко И я сразу позвонила Муж стал веревку бросать, чтобы достать Веревку кидал, кидал, не докинуть Я думал метров 30, а там больше Детя говорит, метров 50 Не докинуть веревку Ветра не было, конечно Но все равно веревка полиэтиленовая Если бы был аркан, как мы раньше кидали Кожаный аркан, то я, может быть, и ближе куда докинул бы А эта легкая, она же жилка Один из мужчин, попавших в плен ледяной воды, погиб сразу А второму сильно повезло, что неподалеку находилась группа спасателей МЧС И инспекторов ГИМС, которые проводили рейд по озерам Им-то и дозвонились оленеводы Тем не менее, к моменту прибытия спасателей Выживший мужчина в воде успел провести около часа Прибыв на место, мы проскочили на скорости, проскочили по лынью Увидели плавающего человека в воде В гидрокостюмах, долбя лед, проламывая лед Добрались до пострадавшего Зацепили его веревками и транспортировали на лед Вытащили на лед, дальше нашли утопленника, который утонул второй человек Вытащили тоже на лед, сделали искусственное дыхание, но он уже был мертв Пострадавшего доставили в больницу Лавозерского района, где ему и оказали первую помощь Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает Мурманский центр СПИД, занимающийся лечением и профилактикой распространения ВИЧ-инфекции Может сменить место прописки и покинуть привычное отдельно стоящее здание на улице Траловая Центр может стать одним из отделений КВД При этом будет нарушен привычный уровень конфиденциальности пациентов Ведь им придется ходить на консультации вместе со здоровыми посетителями Персонал центра тоже боится сокращений О том, чем чреваты возможные перемены, Максим Галявин Медсестра стоматологического кабинета Татьяна Хмара Один из самых опытных работников центра СПИД В ее практике были случаи, когда она лично давала пациентам деньги на проезд Так как многие из них не имеют даже временной работы После возможного переезда в здание бывшего КВД Ее и ровно половину сотрудников учреждения, скорее всего, сократят А ведь эти люди не боятся своей работы И, главное, чувствуют эмпатию к неизлечимо больным людям И пациентам нашим тоже, которые междугородние, им же очень далеко, они даже не понимают, потом куда туда ехать Вот им объясняют, говорят, нас туда переведут, и как, и куда там, и что я Ну, на четверку туда им очень тяжело, конечно И никто из наших пациентов туда, конечно, не хочет ехать Супруги Елена и Алексей называют себя больными первой сотни Благодаря помощи центра они смогли родить здорового сына В этом году мальчику исполнилось 11 лет Это вовсе не единичный случай Я думаю, что я не удивлюсь, если выражу мнение большинства, что нам этот центр, он нам дорог, нужен Особенно людям, тем, которые здесь давно Те, которые здесь знают каждого Кто здесь работает, потому что здесь случайно люди, как вы, наверное, догадываетесь, не задерживаются Сотрудники учреждения опасаются, что большинство пациентов, желающих сохранить свою конфиденциальность, просто разбегутся кто куда А ведь сейчас в центре зарегистрировано более 5000 больных В области даже удалось наладить сеть доверенных врачей, которые консультируют и направляют пациентов на обследование После переезда эта сложная система контактов, скорее всего, распадется Из-за конфиденциальности, потому что, ну, наша болезнь, ну, неохота, чтобы все афишировались Тем более, у меня тоже маленький ребенок И, как бы, что нет гарантии, что я не встречусь там со знакомыми, которые потом, как бы, будут Сами понимаете, что моего ребенка шпинять из-за того, что у него мать весь инфицированная Вот, ну, и, как бы, то, что к персоналу тоже так же привыкли Сейчас здесь стоит на учете несколько больных, которые заразились ВИЧ еще в 90-х Тогда инфекцию нередко привозили моряки из дальних рейсов Эти люди, как и большинство посетителей центра, живут уже более 20 лет Благодаря постоянному наблюдению и лекарствам, которые предоставляются здесь бесплатно Там, тем более, посторонние также люди Ну, и также то, что, вот, платное там лечение Вот, если сейчас тоже уже даже на ВИЧ-инфекцию или на тот же гепатит сдавать анализы уже платно Иде гарантия, что мы будем там терапию получать бесплатно, правильно А денег таких, ну, как бы, у обычного граждан, ну, как бы, не найдется Помимо сбора анализов на ВИЧ-инфекцию и гепатит На базе центра есть кабинеты терапевта, гинеколога, стоматолога А также специалистов, способных оказать психологическую помощь Ведь многие не знают, как жить со страшным диагнозом, от которого никто не застрахован У меня инфекции нет, как таково, у меня в супруге такая беда случилась Уже 10 лет мы общаемся с людьми, с персоналом, который здесь работает Нам, скажем, единственные люди, которые нам действительно помогли Вот, когда был такой переломный момент, когда было очень тяжело Главный врач медицинского учреждения процедуру объединения с точки зрения сокращения расходов оправдывает Но вот профиль бывшего КВД и центра СПИД совершенно разный По его словам, поток новых пациентов в их стенах не ослабевает Каждый год больных вирусом в среднем становится на 300 человек больше К примеру, по сравнению с прошлым годом, число заболевших выросло на 28% Нередко к нам приезжают из мест лишения свободы с лицами, которые находятся под стражей Ладно, это одно учреждение, а там же другие потоки пациентов Там дети, там другие проблемы И вот такое смешение этих потоков, наверное, это будет не в пользу пациентов Не в пользу людей, которые хотят психологического комфорта в медицинском учреждении Конкретные причины возможного переезда пока не ясны Но среди работников бытует мнение, что их здание в центре города кого-то сильно заинтересовало Одна из официальных причин, озвученных на заседании комитета по здравоохранению в областной думе Участники которого в том числе решают судьбу медучреждения Это аварийное состояние помещений То, что дом построен в 1958 году, так это никто не отрицает Но мы как работали, так и работаем И не обваливаются у нас ни потолки, ничего Городской центр СПИД, который впоследствии стал областным Переехал в отдельное стоящее здание под номером 47 на улице Травово еще в 1993 году В прошлом жилое здание претерпело несколько ремонтов Последние пару лет назад Из трех этажей только второй нуждается в косметике И судить о плохом состоянии строения лишь по незрачному фасаду вряд ли корректно А профессиональные экспертизы никто не проводил Здесь вот хотят еще, как бы мы слышали, что это здание хотят отдать под косметологический центр Ну не хотелось бы этого Хотелось бы, чтобы это как больница осталась здесь, как бы врачи вот эти все Понятно только одно Удобно расположенному в центре города зданию Если будет переезд, долго пустовать не придется Ну а больным ВИЧ, которые и так считаются изгоями Недаром все лица пациента в сюжете скрыты Возможно, придется, пряча глаза, стоять в очереди в регистратуру со здоровыми людьми Или отказаться от лечения Непростую ситуацию с областным центром СПИД прокомментировал министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин Заверил, что решение по переезду еще окончательно не принято В любом случае, лечение для ВИЧ-инфицированных останется бесплатным Сокращения сотрудников также не будет Их в случае реорганизации распределят по другим медучреждениям Я могу официально заявить, что в этом году никакой реорганизации центра СПИД не будет Не знаю, почему шумиха поднялась Это на уровне сплетен и слухов, как называется В следующем году, если мы проведем эту реорганизацию Хочу тоже официально сказать, что центр СПИД был, есть и будет Никто его закрывать не собирается Как этот центр занимался оказанием амбулаторной помощи пациентам Они этим же и будут заниматься Вопрос рассматривается только в аспекте того, что это здание находится в аварийном состоянии Оно, вот опять-таки, читаем в интернете Все, отдаем кому-то Да никому мы не отдаем Там течет кровля Мы не хотим просто, чтобы произошло обрушение, как было в Питчинге Поэтому решаем вариант расположения То подразделение там, где современные условия Медицинские позволяющие оказывать помощь этим пациентам Ну и сконцентрировать все наши медицинские службы Чтобы наконец-то справиться с этой инфекцией Которая, к сожалению, у нас только растет Нарисовал на вагоне, нарисовал себе срок Российские железные дороги запустили новую социальную кампанию Опасные игры В рамках которой создан интерактивный сайт и несколько видеороликов Привет, меня зовут Женя, мне 22 года Раньше я сидел за партой в Бауманке Но теперь меня пересадили На скамью подсудимых Авторы социальной рекламы рассказали истории молодых людей Которые портили салоны поездов И рисовали граффити на вагонах Что привело их на скамью подсудимых Таким образом, руководство РЖД решило донести до зрителей Мысль о том, что вандализм – опасная игра За которую можно понести реальное наказание Нанесение рисунков и надписей на поезда – уголовное преступление И грозит тремя месяцами ареста Или одним годом исправительных работ Нарисовал на вагоне – нарисовал себе срок Что касается улиц города То, как отмечают полицейские На фасадах мурманских домов, рисунков и граффити В последнее время стало меньше Здесь и климатические погодные условия И все-таки отношение к этому всех субъектов профилактики Собственников жилых зданий и помещений Но, к сожалению, данный факт продолжает иметь место Как правило, граффити наносят молодые люди Пытаясь тем самым самореализоваться Их действия подпадают под административную ответственность По статье «Нарушение чужого имущества» Максимум, что им грозит, штраф – 500 рублей Вместе с тем, лица-собственники данных Помещений, зданий, сооружений Значит, имеют право к нарушителю данного законодательства Обратиться к искам о возмещении причиненного им ущерба Ну, естественно, в отдельных случаях Когда данные граффити, рисунки Или просто какие-то непонятные творчества Делаются на зданиях, сооружениях Которые относятся к категории имеющих архитектурную ценность А также на иных памятниках То это может охватываться уже уголовным пристеледованием В виде статьи, подразумевающей вандализм Где предусматривается уголовная ответственность До двух лет лишения свободы Возможно, именно поэтому герой нашего следующего сюжета Согласившийся на интервью с журналистом Арктик ТВ Предпочел разговаривать в маске Правда, вандалом себя уличный художник не считает Ведь граффити зачастую служит для украшения городского пространства Здесь вообще мотивация человека не ясна, в принципе Он оставил, возможно, здесь свой след Для кого-то, для нас, возможно А может быть, для вас А может быть, еще для кого-то Ну, в общем, вот мы увидели, оценили Что мы оценили? Непонятно, что мы тут оценили То есть, ну, примерно по таким мотивациям Много людей, в общем-то, и действует Человека, который занимается граффити, называют райтер От английского слова писатель И наш мурманский райтер, хоть и в маске Скептически относится к пачканью стен Ну, вообще, зачастую, это вызов Граффити, это вызов обществу Что мы можем, а вы нет Ну, не думаю, что это следует делать Конкретно вот в реалиях нашего города Это так как-то К тому же, когда еще и администрация Часто идет навстречу Взаимодействие с администрацией города Это в первую очередь разрисованная длинная стена На улице Папанино Правом раскрасить этот объект Могла воспользоваться команда поклонников граффити Которая представляла на тематический конкурс Лучший эскиз Это повелось еще с начала двухтысячных Граффити это, как сказать, это тусовка Это нанесение рисунков на стену Людьми из одной тусовки Или из разных тусовок Для того, чтобы показать свои умения Оставить свое имя Да, с какой-то стороны это является искусством Люди думают Люди реально прикладывают свои мысли Нет, с какой-то стороны это не является искусством Потому что люди реально В некоторых моментах тупо срут Ну, даже на свой город И здесь нету конкретно грани Например, поверх разрисованной стены на Папанино Буквально на следующий день Стали появляться надписи других художников Иногда это были в прямом смысле каляки-маляки Проблема граффити сообщества Мурманска В отсутствии взаимоуважения Люди все-таки пытаются показать то, насколько они крутые В разных местах Но когда это происходит в одном небольшом городе Это как-то глупо Ну, мне кажется, это грязь реально Потому что даже недоволок не может быть особых между ребятами Все видятся постоянно И зачем друг другу показывать то, насколько ты крутой Некоторые граффити на улицах Заполярной столицы Трудно отнести к категории легальной или нет Например, подпорные сооружения Такие, как на улице Маклакова Давно уже облюбовали райтеры И поначалу художников часто отсюда забирали в отделение полиции Пока в один момент они не поинтересовались За что? За что? За то, что мы тут озоновый слой портим? Краска или что? Это единственный вред, который наносится В момент закрашивания серой бетонной стены Которая подпирает землю, в общем-то, цветной краской В общем-то, вот так На почве этого был поднят вопрос по этому поводу Да, стены действительно никому не принадлежат И, ну, такое, как бы В какой-то момент просто почему-то Многие сказали, о, наконец-то стены легализованы Для меня так они не были нелегальными никогда Поэтому к социальной кампании, запущенной российскими железными дорогами Мурманские райтеры относятся скептически Рисовать там, где хочется, им никто не может запретить На минувшей неделе наши корреспонденты посетили традиционный фестиваль винила Который состоялся в областной библиотеке Поставь пластинку и побудь с артистом один на один Именно так коллекционеры винила объясняют свою страсть к прослушиванию музыки на проигрывателях Фонд грамзаписи областной библиотеки составляет 15 тысяч экземпляров С Аллой Пугачевой соседствует Депешмот, а с психоделичными Зет Дорс Русская новая волна, группа кино Винил – это не просто мода, это стиль жизни Каждый из пришедших на фестиваль знает Никакая электронная обработка звука, никакой цифровой формат Не сможет передать ощущения, изначально заложенные исполнителем Особенно остро это чувствуют диджеи, кудесники теплого винилового звука Для меня, как винилового диджея, игра с пластинок, прослушивание пластинок, коллекционирование Это образ жизни, подобные мероприятия помогают объединить людей Кто каким-либо образом связан с этой темой Обсуждение записей, волна воспоминаний, спор о том, есть ли у пластинки душа И, конечно, традиционный просмотр документального фильма «Музыка на ребрах» Летопись о том, что когда-то в советские времена Новые популярные композиции записывали на рентгеновские снимки Любовь этих молодых людей и девушек к винилу – это путешествие во времени Где еще ты сможешь послушать «Пинк Флойд» так, как его слушали много лет назад? Для меня главной целью всего этого мероприятия является показать людям, насколько сейчас важно аналоговое звучание вот это Чтобы его вспомнили, сейчас это очень востребовано, актуально Коллекционировать пластинки, собирать Коллекционеры и любители опасаются, что эта встреча в библиотеке – одна из последних Ведь в связи со скорым переездом и перемещением фондов Большинство пластинок могут оказаться на помойке К слову, на мировых аукционах цена одной раритетной пластинки доходит до нескольких тысяч долларов На этой неделе салону красоты Ольга Стайл исполнилось 7 лет День рождения отмечали с размахом Целую неделю каждый день всех гостей ждали разнообразные подарки и сюрпризы О том, как это было и кто сегодня помогает мурманчонкам выглядеть еще прекраснее – в следующем сюжете 7 лет назад, когда появился наш салон, вокруг ничего не было За это время построились новые дома, открылись торговые центры А наш салон так и остался эдакой жемчужины во дворе Скрытые от посторонних глаз Сегодня есть повод рассказать о нем чуть подробнее Арина Беляева у нас была одной из тех, кто стоял у стоков в открытии нашего салона Сегодня она расскажет про то, что происходит у нас День рождения салона мы празднуем целую неделю Каждый день посвящен своей собственной теме Сегодня у нас День цвета и вот в этом самом зале происходят основные преображения Кабинет индивидуального обслуживания отнюдь не означает, что мастер с клиентом находится один на один Вот сейчас как раз такая ситуация, когда сразу два ведущих специалиста салона придумывают очередной шедевр окрашивания для нашей клиентки Девчонки, хочу вас немножко отвлечь Вот расскажите, что сейчас происходит у вас какой-то консилиум в отношении окрашивания? Ну на самом деле мы ничего кардинального делать не будем Донесем яркости, сделаем ее сочной, интересной Так скажем, изменим, не изменяем Юль, я хочу задать вопрос тебе Ты вместе со мной 7 лет назад участвовала в событии, когда этот салон появился на свет Скажи, пожалуйста, вот по-твоему, что изменилось за это время? Я думаю, что добавились инновации, марки, с которыми мы начали сотрудничать Это все продвигается за счет того, что клиенты более стали требовательны к внешнему виду и хотят выглядеть красиво и хорошо У нас уже есть клиентка, которая почувствовала на себя все прелести окрашивания в 4 руки И я поинтересуюсь у нее, как же она себя ощущает в новом образе Даже не в 4 руки, а в 6 рук меня сегодня красили И, конечно, ощущение такого женского счастья, по-моему, большего и не нужно ничего для женщины, чтобы обрести вот такой вот красивый модный оттенок Хочу показать вам кабинет педикюра и познакомить с одной из самых волшебных женщин нашего салона Альфия Сумина, наш специалист по педикюру Она недавно вернулась из Германии, где посетила совершенно какие-то чудесные курсы Я была в Германии, в городе Штургарт, в практике Дитера Баумана Семинары были по ортезированию Что же все это означает для наших клиентов? Что новенького будет в услугах? Могу оказать помощь при проблемах с вросшими ногтями И, по крайней мере, может быть, даже облегчить жизнь при деформациях стопа Для того, чтобы ноги чувствовали себя комфортно, обувь тоже должна быть комфортной Да Каблук не более 5 сантиметров, а каблуки только на выход 2-3 часа Этот салон отличается от всех остальных наших салонов прежде всего своим стилевым решением Классический интерьер располагает к тому, чтобы отдыхать и никуда не торопиться Между собой мы его называем салон-музей Прежде всего из-за тех картин, которые висят здесь у нас на стенах В имидже женщины нет незначительных деталей, но есть очень значительные Например, брови, от которых в общем зависит впечатление о характере, о темпераменте человека И у нас в салоне есть чудесный мастер, который творит просто волшебство с бровями наших клиентов У меня подход очень индивидуальный Я из каждой девушки, женщины сделаю красотку То есть у моих бровей, не знаю, как получается, и уходят замуж Встречается у половинки второго Она начинает блестить глаза Ну и это, наверное, иллюзия радости, любовь Об этом салоне можно рассказывать часами К вашим услугам, косметология, эстетика тела, перманентный татуаж и еще много-много чего Но лучше всего будет, если вы сможете сами прийти в этот салон и погрузиться в его атмосферу Мы прервемся на небольшую рекламу Смотрите во второй части программы Сомнительная реклама и обследование на расстоянии Как представился? Винницкий Владимир Сергеевич Я работаю в первой химлаборатории мурманской Внимание! Мошенники стали представляться мурманскими медработниками Новая техника для борьбы со снегом Конечно, жалко, что на весь город только один такой Надо больше Как дорожные службы города справляются с очисткой магистралей? Эхо войны! В Мурманск продолжают пребывать беженцы из Украины Сестра двоюродная, она пострадала от этой войны Маршрутку, в которую она ехала, попал снаряд Уроки выживания вдали от дома Философия танца или спорт Мурманские танцоры вернулись победителями Вы смотрите итоговую программу «Столица» Мы продолжаем Реклама – двигатель мошенничества Поверив в нее и купив с помощью телефонных консультантов Якобы лечебные пластыри Несколько мурманчан стали жертвами вымогателей На этот раз неизвестные представлялись работниками Мурманских медицинских учреждений Рекламу о лечебных препаратах, способных излечить болезни суставов Эта женщина услышала по радио несколько месяцев назад И сразу позвонила по контактному номеру Неизвестный предложил приобрести биологически активные добавки за 42 тысячи рублей К слову, стоимость которых в рядовой аптеке составляет максимум 200 рублей Спустя некоторое время пенсионерке вновь позвонил мужчина И, представившись заместителем главного врача Мурманской областной больницы Сообщил, что ей от Министерства здравоохранения полагается лечение За которое лжеврач попросил 130 тысяч рублей Вас за что попросили заплатить? За что? За лечение? За лечение, что меня положат в больницу Сколько это? Да, но эта сумма 130 тысяч стоит Я бы на лечение, это все от Министерства здравоохранения Мы посылаем через Москву И вам, значит, эта оплата придется 130 тысяч платить А так она стоит 310 Не только за пластырь, но и курс лечения Разработанный по последнему слову науки Еще одна мурманчанка заплатила 398 тысяч рублей Услышав из телефонной трубки страшный диагноз Женщина немедля перевела деньги на продиктованный счет Как представился? Винницкий Владимир Сергеевич Я работаю первой химолабораторией мурманской Мне надо от вас анализы ногти, волосы И мазок из-под языка Чтобы взять анализ ДНК Я говорю, откуда вы знаете ему адрес или что? Он говорит, что мне дал департамент и пенсионный фонд Я говорю, для чего это? Мы проверяем всех пенсионеров Там много случаев заболевания вирусом В городе уже 25 случаев таких заболеваний А какой вирус? Ой, я не помню, но не эбола Отследить звонок и уж тем более найти злоумышленников практически нереально Полицейские призывают граждан Особенно это касается мурманчан пожилого возраста Не верить рекламе, обещающей чудесное исцеление О звонках от людей, представляющихся медицинскими работниками Необходимо немедленно сообщить в полицию Или посоветоваться с родственниками Данные лица, телефонные абоненты, которые названивают граждан Находятся за пределами Мурманской области Как правило, это Московский регион Московская область Там за последнее время несколько организованных групп было задержано Стоит напомнить, что все обследования в бюджетных медицинских учреждениях города Проводятся бесплатно по полюсу страхования А в случае назначения платных услуг все расчеты проводятся непосредственно в самой больнице С договором и чеком На минувшей неделе в Североморске водитель автомобиля «Шевроле» на нерегулируемом переходе сбил двух пешеходов Жертвами ДТП стали 51-летняя женщина Она скончалась на месте и девушка, которую удалось оперативно госпитализировать Это видео выложил в интернет один из пользователей социальных сетей Трагедия произошла в районе остановки «Хлевозавод» По словам очевидцев, в этом месте даже днем не всегда можно заметить пешехода Что и говорить о вечернем времени, когда произошла авария Впрочем, это не снимает ответственности с водителя, управляющего транспортным средством Обстоятельства происшествия уточняются И в продолжение темы Неутешительная статистика ДТП С начала года на территории Мурманской области пострадали 38 детей Причем виноваты в этом не всегда водители Несмотря на то, что правилам поведения на проезжей части нас учат с малых лет Многие ими пренебрегают В преддверии профилактической акции «Пешеход» Инспекторы ГИБДД совместно с воспитанниками 58-го детского сада Напомнили участникам дорожного движения о том, как нужно вести себя на оживленных улицах Заметив у пешеходного перехода инспектора, возглавляющего колонну Водители предусмотрительно сбрасывают скорость Пока последний в цепочке не ступит на тротуар, никто не решается трогаться Помимо полицейского и воспитателя, рядом с детьми необычный спутник Полосатая собака-зебра Мы не случайно выбрали это место, так как здесь находится нерегулированный пешеходный переход И я и вот этот талисман живой, пёсик, одетый в форму зебры Будут следить, как дети переходят в проезжую часть И кто это делает грамотно и безопасно, тех будут поощрять Живой талисман, а именно так называется акция, золотистый ретривер Вирджиния Ещё одна воспитанница, заведующая детским садом Познакомиться с таким сопровождающим – хороший повод выучить правила, даже в стихотворной форме Перед быстрой машиной никому нельзя бежать У дороги надо маму крепко за руку держать Если ты, переходя, будешь разговаривать, быстро можешь угодить в дорожную аварию Перед тем, как переходить дорогу, посмотреть налево, убедиться, что машин нет, посмотреть направо и только после этого продолжить путь В тёмное время суток носить на одежде светоотражатели, пересекая проезжую часть вместе с родителями, не бежать впереди Соблюдая даже эти элементарные правила, можно уберечь себя от лишних рисков Для безопасности дорожного движения на пересечении улиц Морска и Ломоносова установили четыре светодиодных светофора Пока они работают в тестовом режиме В общей сложности монтаж занял несколько дней Устройство с обратным отчётом как для водителей, так и для пешеходов Оборудовать здесь регулируемый переход было необходимо, уверены в Центре организации дорожного движения В этом году был запущен новый маршрут общественного транспорта 6Т От улицы Орликовой до медсанчасти Севрыба Кроме того, рядом полным ходом идёт строительство спорткомплекса А значит и поток пешеходов, и автомобилей в скором времени значительно возрастёт Также в этом году светофоры были установлены на перекрёстке Свердлова-Павлика Морозова Строится новая дорога, выезд на Кольский проспект Это со стороны района улицы Беринга-Ледовая Для транспортной развязки, тоже для безопасной транспортной развязки Там будет строиться светофор в месте выхода этой дороги Это в районе Аквилона 27-летняя Джонг Цзин из Южной Кореи с 2011 года путешествует по свету на своём велосипеде Её цель – доехать до родины через весь мир По её подсчётам, до дома оставалось два года пути Но после встречи с Газелью на Мурманской трассе девушка лишилась железного коня Но ремонтники обнадёжили ненадолго Восьмёрку на колесе быстро исправят Наша съёмочная группа узнала, не передумала ли Джонг после случившегося путешествовать таким экстремальным способом Эта хрупкая девушка проколесила на своём велосипеде 37 тысяч километров Уже два года все её вещи – это рюкзак и палатка Путешествие Джонг Цзин началось в 2011 году, а закончится только через два года На вопрос, как 27-летняя любительница путешествий из Южной Кореи решилась на такое опасное приключение Она отвечает – спонтанно Если вы путешествуете на машине, то не успеваете увидеть всё Вы видите только определённые места И обычно это известные туристические и исторические места А путешествуя на велосипеде, я ничего не упускаю Улавливаю мелочи и знакомлюсь с людьми Таким образом я изучаю чужую культуру Слухи о корейской велосипедистке, направляющейся в Мурманск, разлетелись ещё до её приезда Её заметили водители на трассе и не могли не удивиться Иностранка путешествует зимой в одиночку на обычном велосипеде Автовладельцы предупреждали друг друга быть внимательнее и не навредить туристке Но ДТП всё-таки произошло Велосипед кореянки догнала газель Девушку от серьёзных травм спас шлем, но в скорую всё-таки пришлось обратиться А вот велосипед пришлось сдать в ремонт Это самая крупная авария из всех, которые со мной случались Удар был очень сильный Я, наверное, счастливится, что сильно не пострадала Джонг попадала в ДТП и в Африке, и в Латинской Америке, и даже в цивилизованных Соединённых Штатах Но люди всегда приходили на помощь Так случилось и в этот раз Правда, поддержка пришла не от водителя газели Тот только нагрубил Почти всегда люди очень отзывчивы Почему-то считается, что европейцы очень холодные люди Я так не считаю По-моему, люди во всём мире одинаковые Джонг признаёт, лысая резина не очень подходит для катаний в условиях Крайнего Севера Но она так хотела увидеть северное сияние и сравнить его с тем, которое видела в Канаде Что решила рискнуть, несмотря на уговоры читателей её блога, изменить маршрут После Петербурга Мурманск должен был стать второй и крайней точкой российской части путешествия Далее велосипедистка собирается через Финляндию и Восточную Европу добраться до Турции и Ирана Увидеть Австралию и, наконец, вернуться домой, чтобы поступить в ВУЗ Звёздное небо столько лет сопровождает её в пути, что Джонг решила заняться изучением астрономии Вселенная огромная, звёзд очень много, и я верю, что где-то ещё на других планетах есть жизнь И когда осознаёшь, как много существует Солнца галактик, понимаешь, люди не одиноки Хочется узнать об этом всём больше Как только из мастерской вернут велосипед, а произойдёт это через пару дней, Джонг продолжит большое путешествие Она и не думала останавливаться Правда, чтобы впредь не создавать аварийных ситуаций, до финской границы она, возможно, поедет на машине Местные велосипедисты уже предложили помощь На сегодняшний день на учёте УФМС России по Мурманской области 3976 беженцев из юго-востока Украины 950 из них дети, большинство приезжают к родственникам и знакомым Александр Чернобрывцев один из тех, кто не остался равнодушным к чужому горю В его доме нашли временный приют более 10 человек Сегодня многие устроились на работу, сняли отдельное жильё Но время от времени они собираются вместе С новой большой семьёй познакомилась Екатерина Гладышевская Александр Чернобрывцев пока на больничном восстанавливается после операции Казалось бы, суматоха в доме должна только раздражать Хозяин признаётся, конечно, нарушение привычного уклада нравится далеко не всем У него свои дети и внуки, свои привычки Но иногда иначе нельзя И сейчас тот самый случай А вот племяннице, это, как говорят, за войну за это нечего говорить Потому что её родной брат, он погиб Он штурман, кадровый военный был, летел на Луанск Вёз как раз военных, сбили, погиб Он на транспортном самолёте летал И как получается, что брат против брата воевали Сегодня за столом с главой большой семьи племянница Женя с мужем Андреем Супруг другой племянницы Александр, сёстры Катя и Даша Уже прямо вот на днях ждём девочка должна быть Ждали мы мальчика На Украине ждали мальчика, а здесь ждём девочку Беременная Женя, дочь старшего брата Александра Чернобрывцева с мужем и двумя детьми бежала из города Рывеньки Луганской области Их сыну Кириллу 15, дочке Милене 7 Женщина вспоминает, больше всего боялись за детей В городе не было ни связи, ни воды Свет включали лишь периодически На родине остались родители и брат Нас город бомбили не именно вот сам город, а окрестностей Потому что город шахтёрский То есть вот по округе Но в тот день, когда мы уезжали, уже были убиты люди, детки маленькие, знакомые наши Брат был на похоронах, вот это их родственники Мы уезжали, потому что пролетело две ракеты Одна от центра города, другая на окраине Две ракеты точки У После этого мы собрались и начали уезжать Дашу и Катю большинство считают подругами Между тем девушки родные сёстры Дарью Бойко супруги Чернобрывцева приютили одну из первых Именно благодаря им девушка сумела выбраться из захваченного войной родного края Даша вздыхает, наверное, ей повезло Позже подробности войны она узнавала из переписки с друзьями Пока в Луганске ещё был интернет У нас родственников очень много осталось в Луганске У нас просто даже сестра двоюродная, она пострадала от этой войны В маршрутку, в которую она ехала, попал снаряд У неё просто сложнейшие были операции Её в Ростов даже вывозили Катя поначалу за сестрой не поехала На днях они с женихом должны были расписаться Но в связи с событиями, которые происходили, мы просто туда не пошли, потому что было опасно для жизни Хочется в этот день чувствовать радость, а не страх за себя и за близких Поэтому здесь уже подали документы И в ноябре уже распишемся на территории Российской Федерации Сегодня жених и невеста живут отдельно на съёмной квартире Оба работают Катя, учитель по профессии, устроилась менеджером по персоналу Будущий муж ремонтирует квартиры Пусть по специальности пока не получается, не унывая девушка Зато стабильный заработок Следом за сёстрами в Мурманск приехали и родители Сейчас живут в Кавдоре Работают ветеринарными врачами в совхозе Тулума И никто из тех, с кем мы сегодня познакомились, пока не собирается возвращаться Ситуация какая была такая есть, ничего не налаживается Так уж воды нету Пенсии не платят, зарплаты не платят, ничего не платят Пенсионеры, я не знаю, как они живут вообще Выживали Не живут, а выживали Я хочу поблагодарить дядю Сашу, тетю Лиду И, в принципе, всех ее родственников, которые нам помогли Друзья и родственники в один голос благодарят Александра Чернобрывцева Мол, если бы не он, их бы здесь не было А сам Александр свое начальство Руководство регионального управления Федеральной службы судебных приставов Ведь именно оно помогло с трудоустройством и определением детей в образовательные учреждения Со сбором средств на переезд и теплых вещей Но и отдельное спасибо всем неравнодушным Поддерживали, чем могли Кто вещами, кто продуктами, кто добрым словом Екатерина Гладышевская, Михаил Мельхов, телекомпания Арктик-ТВ В Североморске состоялся первый межрегиональный слет победителей оборонно-спортивных игр Приуроченный к 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье Более 150 школьников со всей России приехали на Крайний Север Чтобы почтить память погибших солдат, своих дедов и прадедов Увидеть настоящий Северный флот и боевые корабли Школьники из 16 регионов страны съехались в Заполярье Четыре дня насыщенные программы расписаны поминутно Экскурсия на флагман Северного флота Атомный ракетный крейсер Петр Великий Обязательная часть программы Также ребята побывали на борту большого противолодочного корабля Адмирал Левченко и в музее военно-воздушных сил Знать историю своей страны важно Ее нужно изучать не только по учебникам Но и бывать на местах сражений Считает Олег Тельтевской Учитель из Вологодской области Приехал в Заполярье впервые Вместе с дочерью На этой земле воевал его дед Я здесь никогда не бывал на севере И так получилось, что поездка запланировалась И наши ребята выиграли зорницу областную И попали сюда на слет И вот очень повезло, что я здесь Потому что здесь, в этих краях воевал мой дед И вот у моей дочки прадед, соответственно Николай Васильевич Тельтевской Полуостров Рыбачий Российские школьники увидели, как сегодня живут и служат морские пехотинцы Современные солдаты не чистят картошку А занимаются исключительно боевой подготовкой В столовую приходят только для приема пищи Матрос пришел, горячего покушал Особенно в зимних условиях Там мы видели, что элементы шведского стола То есть различные овощные закуски Сало в зимний период Чеснок, лук Чтобы наши матросы всегда были здоровы Не болели Готовы были выполнить любую задачу Я являюсь патриотом своей страны И мне интересно узнавать не только историю Но и настоящее положение вооружения Российской Федерации И вообще я очень рада, что сюда приехала Потому что, во-первых, мы живем далеко И здесь совершенно другие погодные условия Участники слета также ознакомились с историей морской пехоты Северного флота в комнате боевой славы Узнали о героях Великой Отечественной войны и нашего времени Только за новейший период истории 10 морских пехотинцев Северного флота Удостоены звания Героя Российской Федерации Надо понимать, что будущее нашей страны Именно в тех ребятах, которые будут понимать Вообще историю, знать историю нашей страны Знать историю героической нашей страны Я думаю, что в нынешнее время Когда не просто нашей стране Эту работу только надо усиливать Не думать, обременительно это или нет Они должны понимать, в какой стране они живут А эти ребята, которые прибыли Они, по крайней мере, увидели настоящий флот северный Они увидели боевые корабли Первый межрегиональный слет школьников На Северном флоте длился 4 дня И завершился праздничным концертом И, скорее всего, еще повторится Организаторы уже раздумывают над тем Когда провести следующий слет молодых патриотов В Заполярной столице состоялся второй этап Научно-технического марафона «Арктик-Про» Подростки из Манчегорска и Печенского района Лауреаты первого тура Участвовали в деловых играх И занимались в творческой лаборатории Научно-технический марафон «Арктик-Про» Одно из направлений благотворительной программы «Мир новых возможностей», которую реализует ГМК «Норильский никель» Его цель – развитие научно-технического творчества среди школьников Три комнаты, три площадки, на которых работают профессиональные психологи и бизнес-тренеры Их задача – выявить самых способных детей Эти ребята – лучшие из лучших В онлайн-викторине участвовало около 600 школьников Отобраны 30 самых пытливых Которые теперь в процессе игры приобретают самые разнообразные навыки В кабинете Светланы Песочинской в центре внимания организаторские способности Например, одно из заданий с помощью канцелярских принадлежностей Создать такой объект, чтобы яйцо, помещенное внутрь, не разбилось Итак, это у нас черепашка нити Тепло у вас, да? Да, да, тепло Ну, Федор, надеюсь, вышел, посмотри, что тут теплое Итак, открываем Я вот отслеживаю детей, которые могут других вот как-то схватить в свои силы, в свою группу И, собственно, как бы лидерским таким началом держать в течение вот этих 10 минут У детей горят глаза, им нравятся соревнования Организаторы говорят, что в первый день игр их было просто не разогнать с площадок Для школьников это не просто игра, это способ развить собственное мировоззрение Я научилась тут мыслить как-то вот по-другому абсолютно Не так, как я обычно привыкла в школе или где-то там еще А вот тут все иначе И я вот довольна вот этим вот В другом кабинете тест на стрессоустойчивость Правила простые За несколько минут преподнести простое утверждение так, чтобы все его запомнили Можно пользоваться всем, что находится в доступе Выражаться хоть письменно, хоть устно, хоть графически Благо, локация позволяет Сейчас я не совсем учу их Я скорее смотрю, насколько они уже сейчас стрессоустойчивы Ну и открыто готовы к новому Соответственно, я их ставлю в какие-то неожиданные форматы Задаю какие-то неожиданные рамки Например, говорю изначально Сейчас мы готовимся к презентации Ребята думают, сейчас мы по очереди будем выступать А потом у нас, оказывается, есть 5 минут, 5 минут на всех И это нестандартное решение Для ребят, для многих это как бы необычно То есть мы готовились к одному формату, а у нас совершенно другое Все вместе выступаем И, соответственно, я смотрю на то, насколько ребята замыкаются в себе, садятся Или они, наоборот, быстренько берут и что-то переделают Потому что понимают, что у нас много и надо большой формат использовать Специалисты отмечают, что основная проблема современной молодежи Это неумение работать в коллективе Времена пионерии и комсомола прошли А общаться в социальных сетях Это все равно находиться на дистанции Именно на последнем интеллектуальном этапе В третьей комнате дети учатся взаимодействовать Там задача из кусочков квадратов Собрать целый себе Но все дело в том, что если ты собираешь свой То другим на самом деле собрать уже практически невозможно Поэтому какая подоплека вообще в самом упражнении Что нужно разбирать уже готовые у себя Для того, чтобы сделать общекомандную задачу Для детей 12-15 лет, которые живут на территориях Присутствия Кольской горно-металлургической компании Эти забавные соревнования открывают широкие возможности Так наградой для 20 ребят, победивших во втором этапе Станет участие в зимней научно-технической школе Которая состоится в Санкт-Петербурге в январе 2015 года И кто знает, может быть, эти юные таланты В ближайшей перспективе займут ведущие места У руля лидирующих компаний страны В том числе и ГМК «Нарельский никель» Так вы увидели эту неделю наши коллеги А мы прощаемся с вами Всего доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин